Берем наш ножичек и аджа. Да, дорогие друзья, эти платы на самом деле немного у нас воняют, например, 4х6, 5х7 и 5х7 сантиметра. Покупаешь на Алиэкспресс? Тогда тебе обязательно понадобится кэшбэк-сервис. Расширение Алибонус позволяет просматривать надежность продавца и накапливать кэшбэк от каждой покупки до 10%. Просто установи расширение в свой браузер. Кстати, также есть приложение для Android и iOS. Ссылка будет в описании. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас просто праздник, а праздник потому, что у нас пришло 3 замечательных посылочки. А именно эти посылочки будут интересны радиолюбителям, потому что в них находятся макетные платы для сборки различных устройств. В каждой из посылок у нас разные макетные платы, а именно разного размера, и также односторонние, и двухсторонние, и также разных цветов. Итак, наверное, начнем с вот этой первой посылочки, потому что она у нас самоближе к нам сидит или лежит. И распакуем ее. Берем наш ножичек и оджа. Итак, сделали мы ей такую рану резаную. Итак, достаем наши макетные платочки. Вот так они у нас выглядят. Здесь у нас должно быть 10 штук. Итак, достаем наши макетные платочки. Итак, все, достали. Все, выкидываем нафиг наш пакетик. Итак, посчитаем, сколько платочек нам пришло. Итак, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, пришло нам ровно 10 штук, так как я и заказывал именно один комплект, а в комплекте у нас идет 10 штук. Не положили китайцы ни на одну больше, ни на одну меньше, положили ровно 10, так как и нужно. И вот макетные платочки у нас 4 на 6 сантиметра. Как мы видим, даже вверху у нас есть алфавит такой от А до Т. Я не знаю, зачем это написано, но, наверное, как-то в морском бое обозначаются поля. Не знаю, для чего. Итак, 4 на 6 сантиметра. То есть здесь у нас 4 сантиметра, а вот здесь вот 6 сантиметров. Данные макетные платы предназначены для того, чтобы, например, не вытравливать какой-то там текстолит в хлорном железе, то есть делать печатные платы, а мы просто вставляем в эту макетную платку детали и с обратной стороны уже соединяем дорожки. И с помощью этого делаем замечательные платы и собираем различные устройства. Вот, как мы видим, есть у меня вот такой переменный стереорезистор и попробуем вставить в макетную платку. Вот мы вставили наш переменный стереорезистор в макетную платку. Как мы видим, замечательно здесь он у нас держится. И с обратной стороны мы уже соединяем дорожки так, как нам нужно. Вот попробуем вставить еще транзистор сюда. Вот так замечательно все у нас выглядит. В эту макетную платку можно повставлять кучу всяких деталей по вашей схеме, соединить их и у вас уже получится готовая плата. Цена данных макетных плат составляет чуть меньше 3 долларов, это получается одна макетная платка будет всего стоить 27 центов, ну до 30 центов. Так что если вы радиолюбители, собираете всякие устройства на печатных платах и не хотите заморачиваться строением печатных плат в хлорном железе, используя текстолит, то эти макетные платы именно для вас. Ссылка на комплект вот таких макетных плат будет в описании к этому видео, переходите и покупайте. Перейдем теперь ко второй посылочке с нашими макетными платками, берем наш ножик и также делаем рану с одной стороны нашей упаковки. Итак, надрезали, как мы видим внутри у нас находится вот такая вот мягкая подкладка, чтобы макетные платки у нас внутри не повредились, хотя не знаю как они вообще могут повредиться, это же платки. Итак, достаем, также у нас эти макетные платки находятся в таком полиэтиленовом пакетике с такой молнией заштежки. Итак, вот так они у нас выглядят, вот такого вот непонятно коричнево-желто-оранжевого цвета. Вот так наша платка выглядит, размер ее 5 на 7 сантиметров, то есть у здесь 5 сантиметров, вот здесь 7 сантиметров. Также здесь нанесены буквы, как и на прошлых макетках, не знаю для чего это нужно. И эта платка у нас односторонняя. Если сравнить, вот у нас двухсторонняя макетная платка, то есть у нас контакты и с одной стороны, и со второй. А на этой макетной платке у нас контакты всего с одной стороны, а здесь у нас ничего нет. И также для сравнения мы видим, что на этой зеленой макетной платке уже наши контакты пролужены, то есть уже покрыты слоем олова, а здесь у нас медные контакты и олова сверху нету, то есть нужно это все залудить. Также эти макетные платки поставляются комплектом по 10 штук, так же как и зеленые макетки, которые мы только что распаковали. Итак, сколько нам пришло? Итак, 10 штук нам пришло, так как я и заказывал, так же в комплекте, как я уже говорил, 10 штук идет и китаец нам положил ровно 10 штук, так как и нужно. Также попробуем вставить сюда переменный резистор, как мы видим все у нас отлично вставилось, переменный резистор отлично подошел по отверстиям и с обратной стороны мы уже запаиваем эти контакты и соединяем дорожки, то есть делаем полноценную печатную плату. Эти макетные платы удобны тем, кому не нужно припаивать что-то с двух сторон, то есть мы с одной стороны вставляем наши детали, а с обратной стороны все запаиваем, а на вот этой зеленой макетной плате можно припаивать все с двух сторон, так как она у нас двухсторонняя. Также я чувствую какой-то запах от этих плат. Да, дорогие друзья, эти платы на самом деле немного у нас воняют таким как бы сгоревшей проводкой, но это ничего страшного, я думаю на воздухе эти платки выветрятся и уже не будут вонять. А зеленые макетки у нас ничем не воняют и качество их намного выше, чем вот этих вот коричневых, ну смотря для чего вам нужно их использовать. Цена данного комплекта макетных плат составляет чуть меньше двух долларов, то есть они у нас дешевле, чем вот эти вот зеленые. Но это в принципе и понятно, потому что вот эта зеленая макетная плата у нас двухсторонняя и уже покрыта оловом, а вот эта макетная платка у нас односторонняя и не покрыта оловом. Осталась у нас последняя посылочка, пришла она в вот таком коробочке, а предыдущие макетные платки пришли в обычном вот таком пакетике. Ну что ж, не будем ждать, раскроем нашу посылочку. Итак, она у нас на скотче, как мы видим здесь нужно скотч у нас разрезать. Внутри нашего коробочка мы уже видим вот такую пузырчатую пленку. Итак, достаем все наши внутренности, так пустой коробок и разворачиваем наши макетные платки. Как мы видим, они у нас также зеленого цвета. Размер данных макетных плат составляет 5х7 см, то есть на 1 см больше с каждой стороны, чем у предыдущих макетных плат зеленого цвета. Вот если сравнить, у нас слева плата 4х6 см, а справа у нас плата 5х7 см. Вот так если сложить, мы видим, насколько больше наша макетная платка. Несмотря на то, что вот эти макетные платки у нас разные по размеру, также разные по типу, но диаметр отверстия у них одинаковый. Также в комплекте у нас поставляется 10 макетных плат, которые у нас соединены вместе, не знаю зачем. И цена данного комплекта составляет чуть больше 3 долларов. Но я думаю, эта цена вполне адекватная для вот такого комплекта макетных платок 5х7 см. Так что, дорогие друзья, сегодня мы с вами распаковали 3 вот таких замечательных посылочки. И в 3 посылочках у нас пришли комплекты макетных плат. В первой посылочке у нас пришли вот такие двухсторонние макетные платы 4х6 см. Далее, во второй посылочке у нас пришли вот такие вот односторонние платы 5х7 см. А в третьей посылочке у нас пришли вот такие двухсторонние платы 5х7 см. Так что, если кому-то понадобятся вот такие макетные платки разного размера, например, 4х6, 5х7 и 5х7 см, так же двухсторонние или односторонние, то ссылка на них будет в описании к этому видео. Заходите и покупайте. Ссылка на Алиэкспресс. И с вами был, как всегда, Влад и канал Влад Ютубер. И до новых встреч и новых распаковок. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok